Слушайте литературную передачу. Главу «В головном дозоре» из романа Соломона Смоленицкого «Какая на земле погода» читает заслуженный артист РСФСР Геннадий Фролов. Дороги не было конца, Как не было конца этой густой, непроглядной тьме, Всей своей свинцовой тяжестью Навалившейся на пятерых разведчиков Во главе со старшиной Корякиным, Шедшей в головном дозоре Вдоль лесной проселочной дороги, Подвое справа и слева от нее. Метр в десяти впереди старшина. Они шли, когда было светло, Потом стало темнеть, Сгустилась мгла, Налилась чернотой, Лес навалился на них Глухим ворчанием, Вздохом и треском, шуршанием. Им стало мерещиться То одно, то другое, Но скоро претерпелись, привыкли. Похоже, издалека доносится Глухой шум. Почудилось? Нет. Вот уже впереди, в темноте, Появляются одна за другой Две пары мутных, помигивающих глаз, Перемещающихся под острым углом К развилке дорог. Два танка. Наши? А вдруг не наши? Если свернут к нам на дорогу, Остановим, сказал Корякин. Определим, кто. Фашиста не пропустим. Они, обронил Козырев и зябко передернул плечами. Разведка, нашим тут ночью делать нечего. Танки, мигая огнями, С нарастающим ревом Шли все в том же направлении, На них, к развилке. Приготовиться к бою, Тихо скомандовал Корякин. Я с Ружевичем выдвигаюсь вперед, к развилке. Если танки наши, даю зеленую ракету. Если ракеты не будет, А мы их не сумеем уничтожить, Приказываю тебе, Кивок в сторону Симовского, С Козыревым уничтожить их. Боевую позицию занять в поле, У дороги, метров пятьдесят отсюда. Подпускать близко, Бросать наверняка. Хожь гранатами, хожь зубами, А чтоб не прошли. Корякин помолчал. А ты, Петя, Давай со всех ног обратно, Доложишь командиру обстановку. Ты у нас самый проворный. А для чего бегать, Если ракеты есть, товарищ старшина? Возразил Петя. А гранаты я не хуже других бросаю. Нет, товарищ Синица, Спокойно ответил Корякин. Ракеты дадим, А для верности посылаю тебя. Беги, сынок, Времени у нас в обрез. Петя чувствовал на своем плече руку Корякины, Тяжелую, сильную руку, Тихонько сжавшую его плечо. И он не смог противостоять твердой воле командира, Его настойчивости, Его просьбе. И этому впервые произнесенному слову, Сынок, Я быстро, Сказал Петя, судорожно глотнув. Я мигом, туда и обратно. Ну, вот и хорошо. Рука Корякина мягко, Как бы нехотя отпустила его И чуть-чуть подтолкнула. Беги, сынок, беги. Петя скрылся в темноте. Корякин дал красную ракету, Предупреждение об опасности. Две пары танцующих оранжевых глаз Все приближались к развилке. Свернут на их дорогу Или перейдут на другую? Рычание моторов нарастало теперь с каждой секунды. Ну, ребята, проговорил Корякин, действуйте. Что б не прошли, Повторил он и добавил. Нам сподручней, Мы его видим, а он нас нет. Не боись, ребята, главное поближе, Чтоб наверняка бросать связку три гранаты. Если что со мной, Старший Симовский. Все ясно? Ясно, ответил Симовский. Добро. Ружевич за мной. Корякин, за ним Ружевич, Скользнули в темноту. Луна, спрятавшаяся была за тучи, Снова показалась в клубящейся дымке, И блекло-желтоватые полосы легли на дорогу. Теперь можно было хоть не вслепую выбрать позицию. Пробежав несколько шагов, Орёв моторов всё приближался, Симовский заметил впереди, Как раз у дороги, чёрное пятно, Оказавшееся довольно глубокой воронкой. Это была настоящая удача. Симовский прыгнул на дно, Хлюпнула вода, поползли, Посыпались мокрые комья земли. «Давай сюда, Саша!» Негромко позвал Симовский. Козырев прыгнул, задев спиной о край, Выпрямился и сразу оценил выгоды позиции. Воронка находилась метрах в пяти от дороги И чуть выше на небольшом бугорке. «Порядок!» – коротко бросил он. Воронка заметно улучшила его настроение. Рёв моторов заполнил теперь Всё окружающее пространство. Танки подходили к развилке. Повернут или не повернут? Ещё несколько секунд, И огни их оказались прямо напротив, Глаза в глаза! «Повернули, гады!» – прошептал Козырев. Симовский не слышал его. Он безотрывно смотрел вперёд на танки. А вдруг наши? Но какого чёрта наших понесёт ночью в свой тыл? Да и не в этом дело. Всё может быть. Просто он чувствовал. Немцы. И прут прямо на них. И пропускать их нельзя. Он приладился ещё раз, Наметил ориентир, Тёмный куст на той стороне дороги метров в десяти впереди, Если Корякин пропустит. Как только танк поравняется с этим кустом, Можно бросать. Продолжая всё так же безотрывно смотреть На приближающиеся огни, Выложил гранаты. Снял ремень, Крепко связал связку. Уже можно было различить чёрную контуру с кружками фар, Впереди которых дрожали и прыгали на дороге слабые пятна света. Они, Выдохнул Козырев. Точно, Фашисты. Симовский кивнул. Наверное, он и не слышал Козырева. Сам мысленно сказал это. Теперь и контуры танка в жёлтом лунном мерцании определились чётче. Длинные, приземистые, Похожие на гигантских ящериц. Но почему молчит Корякин? Громыхая, Рыча, Ощупывая дорогу тусклыми фарами, Танки шли прямо на них. Почему молчит Корякин? Что-то случилось? Тревожная мысль эта метнулась, Но как бы не успела ещё остановиться, Как вспыхнуло пламя и раздался взрыв. Танк, идущий впереди, Крутанулся и замер. Чёрные клубы дыма, Из которых вырвались языки пламени, Охватили его. Затрещали автоматные очереди. Огонь разгорался, Освещая дорогу, поле, кусты. Второй танк, Рыча и поливая впереди себя Веером трассирующих пуль, Пошёл вправо на засаду. «Ну!» Вскрикнул Симовский. «Давай! Бросай!» И словно по его команде Раздался взрыв. Но танк уже успел повернуться, И граната попала, видимо, В лобовую броню. Танк рванулся в сторону И снова двинулся туда же, Откуда летели в него гранаты. «Хана!» Вскрикнул Козырев, В бессильном отчаянии Ударив кулаком по земле. Было невыносимо смотреть, Как танк, Отплёвываясь струями огня, Лязгая, грохоча, Крутился, метался то вправо, То влево, Стремясь в слепой ярости Раздавить, Уничтожить людей, Притаившихся у дороги. «Гады!» Сволочи! «Гады!» Вскрикивал Козырев, Цепившись ногтями в землю. «Гады!» Корякин и Ружевич молчали. Гранат у них больше не было. Они молчали, А танк свертелся, Рычал, плевался огнём. В кровавых отблесках пламени Он был хорошо виден Со своими чёрными крестами И низким косо-срезанным рылом. «Ну, теперь к нам, к нам, давай же, к нам!» Шептал Симовский, как в ознобе. «Ну, давай, давай!» Холодная ненависть переполняла его. Страха не было, только ненависть. Он и вправду готов был Зубами рвать этот проклятый танк. Казалось, конца не будет Дьявольскому кружению и разъярённой машины. Но внезапно танк развернулся И направился к ним. Симовский и Козырев замерли в ожидании. Но уже через несколько секунд Стало очевидно, что танк забирает вправо, в поле. «Так, ясно. Больше рисковать фашист не хочет, Пойдёт по полю, подальше от дороги». Танк, покачиваясь, Медленно шёл параллельно дороге, Метрах в тридцати от неё. Отсюда, из воронки, Даже когда он окажется точно справа, То есть на самом близком от них расстоянии, Гранаты им не добросить. И думать нечего. «Что делать будем, землячок?» Не отрывая глаз от танка, спросил Козырев. «Эх, да чего же удобной и надёжной защитой Казалась сейчас ему эта воронка?» «Давай, Саша, быстрее туда, занимай позицию». Симовский махнул рукой назад в поле, «А я перехвачу поближе». Он стоял во весь рост, Подавшись вперёд, Напряжённо всматриваясь в поле, Озаряемое мерцающими отблесками пламени Горящего танка. Выбирал направление для броска, И Козырев понял, В душе его товарища нет ни страха, Ни сомнения, Только ненависти расчёт. «Я так же», — подумал Козырев, «Он может, а я нет». В нём росло, ширилось какое-то новое Неведомое чувство, горячее. Симовский, наметив себе бугорок, Как ближайший ориентир, Сильно оттолкнулся И, оказавшись наверху, Побежал в поле наперерез танку, Прижимая к себе связку одной рукой. «Здорово у него получилось, молодец», — Оценил Козырев. Он стал лихорадочно рассовывать гранаты, Подстёгивая себя и всё более накаляясь, Взял поудобнее автомат, Замер на мгновение И вдруг резким отчаянным движением Выбросил своё тело наверх. Быстро оглядевшись, Побежал, что есть силы, Падая, скользя по полю, назад. Надо было подальше убежать, Чтобы было время выбрать позицию. Комья грязи цеплялись к подошвам, Сапоги вязли, Сердце стучало молотом, А он всё бежал, Оглядываясь на танк, Чтобы не потерять направление. Ему казалось, что грохоты скрежет Сзади нарастают с каждой секундой, Будто танк гонится именно за ним. Ещё немного, Ещё, Теперь наперерез ему, Ещё немного, Ну, ещё. Козырев бежал, Пока не упал. Отдышавшись, Поднял голову. Танк шёл в том же направлении, Расстояние между ними Заметно уменьшилось. Чтобы стать на его пути, Надо взять ещё немного вправо, В поле. Заставив себя подняться, Козырев побежал из последних сил. Его хватило ещё метров на двадцать. Плюхнувшись в самую грязь, Огляделся. Танк был почти точно в створе. Порядок. Здесь. Точка. Козырев снял автомат, Выложил перед собой гранаты. Подбитый танк у дороги догорал. Ветер сшибал пламя, Оно моталось, Слабело, Чёрный дым почти сплошь затянул его. Неровный круг света От пламени потускнел, Сузился. Симовский оказался за его чертой, И темнота укрыла его. Он лежал за маленьким бугорком, Танк надвигался справа, Чуть наискосок, И Симовский хорошо видел Прыгающие пятна света на земле От фар. Место он выбрал правильно. Если танк не изменит направление, Он должен пройти метрах в пяти, В десяти от него. Симовский не чувствовал страха. Ненависть была сильнее. На него шёл танк-убийца, Только что зверски Искромсавший двух товарищей. Корякин, Ружевич. Два этих имени, Которые он мысленно повторял, Заставляли бешенно колотиться сердце, А голова была ясная, Холодная. Он сделал всё, как надо, Всё, Чтобы уничтожить этот танк. Корякин, Ружевич. Грохот нарастает. Уже хорошо видна чёрная, Уродливая громада В кровавых отблесках пламени. Ещё десяток метров, И он выйдет за границу Мерцающего алого круга. Нарастают, Надвигаются, Грохот, Ляск, Рычание мотора. Приготовиться, Но не сорваться бы, Не бросить раньше времени, Выждать. Ляск становится нестерпимым, Симовского обдаёт волна Сгоревшего масла, Дыма, Отработанных газов. Рано, Ещё немного. Вот он, оказывается, Самый трудный миг. Танк-убийца, На нём кровь товарищей, Корякин, Ружевич. Ну, Теперь. Симовский приподнялся И метнул гранату. Танк взревел, Рванулся, Оглушительный взрыв Сотрясает воздух. Вздрогнула, Покачнулась земля. Симовского подбросила, Горячая, Жёсткая волна, Опалив огненным дыханием, Пронеслась над ним. Больно ударяя, Посыпались на него Тяжёлые комья земли. Попал! Пронеслось в сознании. Попал! Какая-то тяжесть, Мешая дышать, Сжала его грудь, Надавила на него. Он стал куда-то проваливаться. Потом он услышал Ещё взрыв и грохот, Ещё, И понял, Что в танке рвутся снаряды. Это была последняя Отчётливая мысль. Он продолжал падать, Кругом была тьма, Не хватало воздуха. Он стал задыхаться, Отчаянно пытаясь вырваться, Подняться на поверхность, А его тащило вниз, И вдруг он остановился В своём падении. Но вырваться туда, Где воздух не мог, Это было самое страшное. Он собрал последние силы, Рванулся, Острая боль резанула его, И всё исчезло. Открыв глаза, Симовский увидел Расплывающееся бледное пятно, А за ним далеко-далеко Две светящиеся точки. Потом дно стало проясняться, Обретать черты знакомого лица, Очень знакомого, Светящихся точек стало больше. Симовский пошевелился, И услышал радостный возглас, Жив! По голосу он узнал Козырева, И догадался, Что знакомое лицо, Склонившееся над ним, И есть Козырев. Он окончательно пришёл в себя, И уже отчётливо увидел И Козырева, Стоящего на коленях около него, И тёмное небо над ним В редких звёздах, Они-то и были светящимися точками. Вспомнил всё, Что произошло, И понял, Что он лежит на спине, Раненый или контуженный. Симовский попробовал пошевелиться, Но руки и ноги не слушались, Были как чужие. «Жив, землячок!» Повторил Козырев. «Жив!» «А я-то уж думал, Тебе хана!» Думал, один остался, Совсем один. Он замолчал И опять быстро заговорил, Чтобы скорее растопить комок, Стоящий в горле. «А здорово ты его!» «Как жахнуло!» «Пламя аж до неба!» «Ну, думаю, хана тебе!» «Хана!» «А танк горит, Снаряды рвутся!» «Как подойдёшь?» «Всё же подполз, А найти тебя не могу!» «Смотрю туда-сюда!» «Нет нигде!» «Потом вижу!» «Вроде каска твоя блестит!» «Хорошо от огня светло!» «Подбегаю?» «Точно!» «Голова твоя видна!» «А тело завалило землёй!» «Откопал, вытащил!» «Перевернул на спину!» «Вроде целый!» «Голова, руки, ноги на месте!» «И крови нет!» «А живой ты или нет, не пойму!» «Я тебе и так, и сяк!» «Гляжу, глаза открыл!» «Жив, значит, землячок!» «В рубашке ты родился!» «Вот что!» Симовский хотел что-то ответить, Но язык его плохо слушался. Впрочем, Козырев его всё равно бы не услышал. Сыпал словами, помогая ему приподняться. Это оказалось не так-то просто. Руки, ноги, спина были как деревянные. Наконец, поддерживаемый Козыревым, Симовский сел, опершись руками о землю. Голова кружилась, в ушах стоял звон. Он ещё раз ощупал себя. Похоже, его даже не царапнуло. Действительно, чудеса! Сидя на земле, огляделся. В метрах в тридцати горел танк, А вокруг в темноте Плясали, множились отблески огня. А что стало с танкистами? Удрали? Сгорели в танке? И каким образом он оказался так далеко от танка? Значит, Саша оттащил его. Но когда же он успел? Успел, подумал Симовский. А я был без сознания. Если бы не успел, может, Я не пришёл бы в себя. Да, если бы не Саша. Ему всё не верилось, что он жив И даже не ранен, Всего лишь контужен, И что недалеко горел танк. И всё это было не приснилось. Помоги, Саша, встать, Сказал Симовский. Козырев торопливо подхватил его. Симовский с трудом удержался на ногах, Но всё-таки удержался, Сделал несколько шагов. Порядок, подбодрил его Козырев. В обоз сгодишься. Поставим мы тебя, Как боевого разведчика, Истребителя танков, Главным надмецанбатом, Вроде комиссара к сестричкам. Совладаешь? Симовский не успел ответить, Какого бы они услышали шаги И увидели скользящие тени Со стороны дороги. Козырев скинул автомат, Но тут же, разглядев кого-то Своими зоркими глазами, Крикнул «Наши». В ответ они услышали Возбуждённый голос Пети. «Говорил я, что живые!» «Говорил же!» Вы слушали передачу «В головном дозоре». Главу из романа Соломона Смоленицкого «Какая на земле погода» Прочитал заслуженный артист РСФСР Геннадий Фролов. «В головном дозоре» «В головном дозоре» «В головном дозоре» Субтитры создавал DimaTorzok